Саран Саран, с вами Ри Ран и сегодня видео будет посвящено дорамам. Я расскажу про три замечательные дорамы, которые в данный момент смотрю сама. Это будет Антанте, Воин Судьбы и Пока Ты Спала. Если вы еще не смотрели эти дорамы, я расскажу про что они и постараюсь максимально без спойлеров. А если вы эти дорамы тоже смотрите, как и я, тогда я думаю, что нам будет интересно обсудить. Я думаю, что у каждого из нас случаются дни, когда вообще ничего не хочется делать, хочется просто целыми днями спать, валяться, смотреть дорамы. Я представляю, сейчас многие подумали, камон, я вообще-то так живу каждый день и ночь тоже. Но вот именно в такие дни мне хочется залезть в свою постельку, обложиться подушечками, взять горячий чаечек, который я предусмотрительно приготовила. Я вот такой полосы, заваренный чай. У меня, кстати, закончился сахар, поэтому я сюда положила конфеты. Смородиновые. Но при всем этом, все равно мне кажется, что чего-то не хватает. Что-то не хватает. Конечно же, именно этого мне и не хватает для полного счастья подушки с чонином, потому что смотреть дораму с чонином нужно только с чонином вместе. По что ты такой красивый? Здесь написано My Bias, чтобы все знали и никто ничего не перепутал. А здесь ниже написано XO Kai, а здесь написано Nini, ну потому что это не Kai, это Nini. Это вот прям Nini-Nini. За моего мягкого Nini спасибо магазину всемайки.ру. Поскольку, как вы знаете, я очень люблю чонина плюс красочные вещи, то очень долго трудилась над идеальным дизайном принта. И благодаря всемайке смогла воплотить свое творение в жизнь. И еще на подушке есть потайной замочек, а внутри спряталась мягкое белое облачко. Так что если я вдруг, ну вот вдруг, нечаянно зацелую своего Nini, то его можно легко постирать. Слава богу, принт впечатан ткань, так что с красками ничего не случится. Если вы тоже хотите видеть сладкие сны со своими биосами, гоу на все майки за подушкой. Ну а если вы живете так активно, что вам некогда спать, то одежда, чехлы, чашки и прочие полезные нужняшки сидят там и ждут вас. Заждались уже. Промокод ARERANTS со скидкой 10% и ссылка на все майки в описании. Так что да, теперь я сплю SkyMZXO и вместе с ним я смотрю дорамки, про которые я вам сегодня расскажу. Nini посидит с нами немножко, только почему-то он смотрит не на меня, а куда-то в сторону окна. Если он будет стоять так, он будет смотреть на меня? Ладно. Пусть стоит красивенько. Давайте сразу начнем с Andante. Я на данный момент посмотрела только 4 серии. 4 серии. Я смотрю с русской озвучкой, мне леньки почему-то сейчас смотреть с субтитрами. И озвучку, кстати, я смотрю только у Softbox. Рама несколько странная такая, я бы сказала, пришлепнутая. Начала ее смотреть, конечно же, только из-за каенки. Возможно, так бы я ее даже и не заметила. Странно уже даже то, что в титрах написано не Ким Чоннин как актер, главная роль у которого, а Эксо Кай. Ладно, не суть. Городок, в котором они живут, странный. Школа тоже странная. И вообще весь сюжет крутится вокруг смерти или каких-то смертельно опасных болезнях. И, конечно же, мне безумно нравится персонаж Чоннина. Вот знаете, как обычно в дорамах бывает, мальчики-ученики делятся на три типа. Первый, это когда вот такой зубрила, но при этом страшный слабачок. Второй вариант, это когда такой красавчик, но сорванец и ходит всех обижает. И его прям все боятся и уважают. Но еще есть третий тип, когда он и красивый, и умный, и вообще герой сказки. Но Чоннина, по-моему, вообще забыли наделить какими-либо положительными качествами. Он трусливый, с плохими оценками и вообще с позиции по жизни. Типа, моя хата с краю, идите как бы все лесом. Он выцыганивает деньги у своей мамы, которая и так находится в плохом положении. И проигрывает их в компьютерном клубе. И постоянно брешет. А где твоя рабочая тетрадка-то? Тетрадка? Какая тетрадка? А-а-а. А у них такой не было. Так что я думаю, что в процессе дорамы нас ждет перевоплощение персонажа Каенки, которого зовут Ли Шикен. И от этого, конечно же, сам сюжет становится еще более интересным. Я вам сейчас расскажу вообще, про что это дорама. Вот Ли Шикен. Я думаю, я его персонажа уже достаточно описала. Совсем случайно он становится свидетелем того, как его то ли одноклассника, то ли просто знакомого избивает тройка парней в переулке. Естественно, Шикен отмораживается и убегает. Позже, когда начинается расследование инцидента насилия, Шикен должен выступить свидетелем, как бы. Он может все подтвердить или наоборот сказать, что ничего не видела, но это же Шикен. Его уникальность в том, что ему не хватает смелости и решимости ни на то, ни на это. К счастью или несчастью, их семья окончательно терпит финансовый крах, и они с сестрой, мамой и тетей вынуждены уехать из Сиува и пойти в новую школу. Вот это и есть та самая школа, где дети влажатся в гробики и придумывают надпись для своего надгробия. Тут, конечно же, Шикен встречает загадочную девушку, которую зовут Ким Бом, не менее оригинальную, чем он сам, так что в Австоре нам обеспечено. А также нам предстоит узнать тайну исчезновения их отца. Смерти! Ты такой шумный, елки-палки! Воин судьбы! Эту Дораму я смотрю уже очень долго, мне кажется, бесконечно долго. И, естественно, что я вообще начала ее смотреть? Из-за Лухана, конечно же! Дорама сама по себе китайская, и я ничего подобного пока еще не видела. Возможно, просто не натыкалась. Это Дорама про какой-то фэнтезийный мир. Напоминает игры фэнтезийные, которые я очень люблю, такие, как, например, Ленейдж или Айон. Там есть фениксы, есть драконы, там есть три клана, клан людей, клан зверей и клан демонов, которые между собой воюют. Ну нет, как бы не так. Ну, в общем, вы когда начнете смотреть, вы там сами все поймете. В общем, что я распинаюсь? Давайте сначала я расскажу про сюжет. Лухан сыграл роль парня по имени Чен Чан Шен. Он вырос в монастыре как сирота, и с детства знал, что его кровь отличается от остальных. Как-то одна капелька его крови исцелила маленькую девочку по имени Су Южон. Но это осталось их секретом, и между детьми родилась дружба. Вскоре Южон покинула монастырь, но в знак благодарности за здоровье девочки, ее дедушка подписал брачный сертификат, согласно которому в будущем Южон из знатной семьи должна выйти замуж за обычного монаха Чан Шена. Но вместе с тем, из-за необычной болезни, Чан Шену предначертано судьбой умереть до 20 лет. Он может остаться и принять свою участь, либо покинуть монастырь и найти способ изменить свою судьбу. Чан Шен отправляется в путь, прихватив с собой брачный сертификат и непоколебимое желание прожить долгую жизнь. Как говорит Чан Шен, только сильные могут выбирать свой путь. Мои любимые персонажи в этой дораме, кроме Чан Шена, которого, кстати, я очень долго не могла запомнить, как звать, и мы его вместе с Даником называли Чай Жэнь Шэнь, но не суть. Вот помимо него, там еще есть Тан 32-й и Принцесса Клана Зверей. Мне эти два персонажа безумно нравятся, я могу о них очень долго, наверное, говорить и рассказывать, что именно. Но думаю, те, кто смотрит эту дораму или посмотрит, вы сами поймете, в чем их обаяние, в чем их изюминка. Мне кажется, эта дорама просто напичкана обилием красивых людей. Там одни студенты, чего стоят, там на кого ни глянь, все красавчики. Я не знаю, мне кажется, они собрали всех самых красивых китайских актеров. Вы знаете, некоторые моменты, некоторые сцены там довольно-таки наивные, но мое впечатление это никак не портит, потому что я отношусь к этой всей истории как к сказочке. Главное, это не та дорама, где без конца и края просто какие-то диалоги. Там постоянная динамика, там что-то происходит, они отправляются в путешествия, у них какие-то сражения. Я еще ни разу не успела заскучать. Серии идут там по 45 минут, я уже на данный момент посмотрела 31, а всего запланировано, по-моему, 52 серии. И последняя дорама, пока ты спала. И, о да, там снимается Ли Чон Сок и Сьюзи. Нам Хонжу, которую играет Сьюзи в своих снах, может видеть будущее. Чаще всего ее сны предсказывают трагедии или несчастные случаи незнакомых людей, но иногда она может видеть в своих снах близких или даже саму себя. Но сколько бы она ни пыталась предотвратить грядущее несчастье, у нее никогда не получалось. И тут появляется он, Чонжи Чан, начинающий прокурор, поселившийся по соседству. Эта парочка просто концентрат самомнения и снобизма. Естественно, тут же между ними пробегает черная кошка, но встреча этих двоих, конечно же, не случайна, их связывает нечто большее, так что им обоим придется довериться и открыть себя друг к другу. Конечно же, я очень люблю Чан Сока и мне нравится его персонаж, но я бы хотела выделить... Та-да-да-да-да-да-дам! Утака! Утака! Если кто-то не смотрит эту дораму, я скажу, что Утака имеет некоторое отношение к этой парочке главной и всей этой эпопеи со снами. Включая вот эту вот спешл-серию, в которой он намекнул, что к его персонажу есть некоторая загадка, все. Этот актер стал для меня открытием в этой дораме. Ах да, Ким Сахён! В этой дараме снимается моя любимая актриса, я уже, наверное, много раз об этом говорила. Она не является ведущим персонажем в этой дараме, но ей отведена отдельная роль. Я с таким залипанием смотрю на ее отчаявшегося персонажа. На самом деле, за последнее время я посмотрела больше дарам, но это три, которые я хотела бы выделить, те, которые мне, по моему вкусу, показались наиболее интересными. Еще раз напоминаю о том, что до 30-го часа у нас идет обсуждение имени для нашей семьи, для семьи нашего канала. Ссылочку на обсуждение я также оставлю в описании, если вдруг кто-то по какой-то причине еще не в курсе, то проходите туда, оставляйте свое мнение, мне все интересно и я все обязательно читаю. И, конечно же, в описании вы найдете ссылочку на всемайки.ру, там, где я заказала эту подушечку. Я обязательно оставлю в описании еще ссылочку на принт, который я сделала самостоятельно, то есть вот это вот оформление. Если вы хотите точно такую же подушечку, можете себе сделать тоже. Надеюсь, что видео вам понравилось и вы чаще захотите смотреть обзоры на дарамы, которые привлекли мое внимание. Ну а на этом саран-саран, с вами была Реран, я вас всех целую и люблю. Пока-пока-пока.